Всем привет! Добро пожаловать с вами в Ловнопару! Маня еще не отдыхала, она только готовится, она видимо поела только что, но уже приблизилась к Дону Педро. Девочка проснулась, но видимо не до конца. У нас вот эти подушки лежат на наших прозрачных стульях, она лапками достает и сбрасывает себе, то есть она любит вот сама устраивать себе лежбище. Малыш! Бася! Спит крепко-крепко-крепко. А я иду делать себе завтрак. Завтрак у меня будет смузи, потому что я вчера легла в 2 часа, у нас с Аней был серьезный разговор, просто все серьезные разговоры почему-то ночью происходят. И сейчас 10 часов утра уже, я в 8 проснулась, готовлю себе смузи. Здесь кружок ананаса, 7 по-моему клубничек, половинка банана, здесь у меня еще замоченные семена чья и я добавила арчата. Что такое арчата, спросили. Это как бы тоже ореховое молоко, но сладкое. Добавляют по-моему сахар, а может быть этот орех такой сладкий. Орех называется чуфа. Вот он нарисован. Не знаю здесь он только произрастает или нет, но это вот чисто испанская, испанский напиток. Его пьют охлажденным и он очень хорошо утоляет жажду и в принципе можно даже не есть в жару. Достаточно вот этого напитка. Он очень калорийный и питательный. Вот я прикрутила к чаше вот этот, ну как бы не моторчик, а лезвие получается. Дальше вставляются это все вот в пазы вот так и надеюсь они отключат звук, чтобы не очень шумно было. Просто нажимала вот так правильно, я забыла включить розетку. Не забыла, специально не включала. Так и поехали. Все готово. Буквально прям я не знаю, я даже не считала, но очень быстро. Добавляю семена че, размешивала. Я сегодня лед не стала добавлять, мне не очень со льдом понравилось. Так что приятного смузи-пития. Я маме полдня говорила, что пойдет дождь. Она говорит, нет, по прогнозу ничего не обещали. Ну вот пошел дождик, ветрено так. У нас на термометре 27 градусов, но вообще не чувствуются они. Да. Ну в общем у нас дождик. Кап-кап. Друзья, ну многие написали, что со штативом круче. Я теперь со штативом. И хочу вам рассказать, что почему-то все оранжевое. Ну, так гораздо лучше. Хочу вам рассказать, что я помыла голову волосы. Ну для меня это вообще долгий процесс с моей длиной. Такой вот длинной. Это обычно у меня занимает, но в общей сложности помыть голову, высушить феном, уложить от где-то 2 до 3 часов. В зависимости от того, что я делаю. Ну вот выпрямить волосы это где-то 2 часа все вместе. Вот. И сегодня я пробовала новую штучку тоже из адвент календаря. Сейчас я сделаю экспозицию поменьше. О, так гораздо лучше. Из адвент календаря я пробовала вот такую штуковину. Это какой-то глубокий кондиционер, который наносится до помывки волос. И вы знаете, мне кажется, что волосы, ну такие, просто он называется эластин. То есть он эластичный с такой придавки. Мне кажется, что волосы очень классные. Но я вам скажу одну вещь. Что даже можно не этим средством пользоваться, а иногда я наношу маски до мытья волос. Ну то есть там, например, обычную маску вот эту лориалевскую, которую мы покупаем. Или там Горенье маску. Но именно до мытья волос. И хожу в шапочки там или как-то еще. Ну минут где-то 30, иногда час хожу. И волосы после этого тоже замечательные. Просто шикардосные. То есть вот когда я это делаю и еще потом в процессе мытья делаю такую легкую масочку какую-нибудь. то волосы вообще шикардосные. Вот. Решила с вами поделиться данной информацией. А как я вот это вот все выпрямляю? Ну я сначала сушу феном. А потом уже использую у меня вот такой утюжок. GHD Platinum Plus. Вот такой. В общем да, вот такой. Вот. Он без температуры. Он такой... Я не помню какая у него температура выставляется автоматически. Но мне нравится. Он с первого раза. То есть не надо возюкать прям по волосам. Он прям один раз провел. И волосы абсолютно ровные. И наверное учитывая то, что мама снимала вам завтрак. Вы наверное уже поняли, что мы почти ничего сегодня не снимали. Да. Так что дождик сняли. Вот я с головой что-то сделала. У нас сегодня такое типичное воскресенье. Чиллаутим. Смотрим сериалки. Мама учится. Я тоже там немножко училась. И немножко тоже готовилась к понедельнику. Потому что понедельник всегда это такой день, когда все пишут, все звонят. Что-то кому-то надо. Вот. Так что да. Как у вас воскресенье проходит? У меня сегодня был детокс не только. Да и детокс. Ну и косметический. И влоговый. Влоговый. У меня тоже. В общем. Я занималась только учебой. Утром я сделала зарядку. Там туда-сюда. И... А еще мы во время еды смотрели... Мы начали с самого начала смотреть, как избежать наказания за убийство. Аааа. Я победила! Аааа. Аааа. Ренька так долго сопротивлялась. Вот. В начале смотреть, да. Я сопротивлялась. Потому что, ну там много серий. По 16, по 20 серий в сезоне. Ну, а я отдельно начала смотреть, я досмотрела «Босиком по мостовой», как я вам говорила, очень понравился мне этот фильм. Самое интересное, что вот я посмотрела немецкий фильм «Босиком по мостовой» и «Маленькие секреты большой компании» это французский фильм. И почему-то и в том, и в другом фильме английская музыка звучит, английские песни на английском языке, вообще непонятно. Они везде звучат, они и в русских фильмах звучат. И я начала смотреть «Маленькие секреты» это первая часть, оказывается, нам написали. Огромное спасибо, мне этот фильм нравится гораздо больше, чем вторая часть. Там и смешнее, и как-то динамичнее всё, и какие-то там ситуации такие курьёзные. Мне больше понравилось, ну пока вот я ещё половину только посмотрела. Причём и первая, и вторая часть очень длинные, по 2 часа 40, что ли, минут. Вот так. Размазано всё. Да. Вот так вот. А какие у вас? Ещё я начала читать книжку. Происходящую в это воскресенье. Называется «100 величайших хулиганок мира». Про женщин. Там одна хулиганка вообще в 1500 каком-то году до нашей эры описана. А началось всё с того, что Дональд Трамп сказал про Хиллари Клинтон «такая хулиганка». Вот. Ну что, наши благодарности. Я сегодня благодарна за такой расслабленный день. Сегодня был правда очень расслабленный. На расслабоне я и моя Аня. Да. Вот. И что ещё? Что ещё? Что ещё? Что ещё? Завтра меня красит. И за дождик. Слушайте, я так хотела дождика этим летом. Ну вот как заказала, так и получилось. Да, за дождик тоже благодарна. Её месяц и дождь был вообще. Причём абсолютно непредвиденный. Непредвиденный. Его не обещали. Его не обещали. А ваши благодарности? Я сегодня очень благодарна, что я за один день прошла урок. У меня же сезон начался. Издала задание, и я очень довольна. У нас сейчас идёт интенсив. Интенсив – это когда каждый божий день урок. И всё это будет длиться 7 дней, неделю. А потом уже начнётся основной курс, когда всего одно занятие в неделю. То есть там можно расслабиться. А вот сейчас этот интенсив, когда просвета нет. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Пишите свои благодарности. И мы любим понедельники! Ура! Да! До встречи завтра! Обнимаем крепко-крепко и желаем вам доброго утра! Счастливого дня! Счастливого ночи! Пока-пока! Счастливого дня!